Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать о нашем обновлении программного обеспечения EFT Field Survey 5.2. Но помимо обновления, мы выпустили новый контроллер EFT-H5. Давайте поговорим по порядку обо всем. Чем отличается наш новый контроллер EFT-H5 от старой модели EFT-H4? Это новая операционная система Android 11, новый процессор восьмиядерный, который позволяет работать даже с самыми тяжелыми автокад-чертежами. Конечно же, оперативная память 3 гигабайта, встроенная память теперь 32 гигабайта, емкий новый аккумулятор 9200 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 100% за 4 часа. Также изменен дизайн контроллера, увеличен дисплей, сделана QR-тиклатура, очень сильно ее просили геодезисты, и разработано новое крепление контроллера, потому что у геодезистов раньше возникали проблемы, что контроллер мог выпасть из крепления. Теперь у нас новое крепление по просьбе геодезистов с замком. Если вы обратите внимание, здесь у нас отверстие, в которое завинчивается кронштейн. То есть сейчас продемонстрирую его. Защелкивается и закручивается. После того, как мы закрутили, контроллер уже не выпадет из крепления, даже в самых сложных условиях. Также добавлена специальная дополнительная кнопка для быстрой записи. Например, у вас такие условия, что вы не можете нажимать эту кнопку. У вас теперь дополнительная кнопка записи точек. Ну и, конечно же, по многим просьбам снижена чувствительность на капле дождя дисплея контроллера. Теперь давайте поговорим об обновлении EFT Field Survey 5.2. Что нового? В точках добавили новый фильтр отображения. Заходим в точки, фильтр, установки. Здесь теперь есть порядок отображения. Некоторым геодезистам требовалось, чтобы отображался Y на первом месте, либо высота на первом месте. По их просьбе мы добавили этот фильтр. Теперь у нас есть отображение XYH и наоборот. Сейчас всю конфигурацию вы видите. В экспорте точек добавлен дополнительный фильтр времени. Геодезисты просили, те, которые работают в одном проекте, добавить выгрузку по дню, либо по неделе, так как они работают все время в одном проекте с одними настройками. По их просьбе мы добавили. То есть теперь вы можете выгружать за сегодня, за одну неделю, либо конкретное время выбирать и выгружать эти точки по времени. По-моему, очень удобно. В экспорте точек также добавлены функции экспорта точек изображения. То есть вы можете выгружать теперь фотограметрию с приемника EFT M5 сразу же в формате DXF. Собственно, в другом экспорте, точке изображения, формат DXF. Следующее изменение коснулось запуска базовой станции. Заходим в базу, и у вас появляется дополнительная настройка RTK Wi-Fi. Что это значит? Вы можете подключить ваш приемник серии M3+, M2+, M4, M5 к Wi-Fi роутеру, либо к любому Wi-Fi источнику. Приемник подключается, получает интернет и через технологию ARTK может передавать поправку на наш сервер. В настройках приемника добавлена новая опция оповещения, включения, выключения инерциальной системы. Заходим в настройки «Другие», настройка приемника и видим оповещение наклона съемки. То есть если мы включаем эту галочку, у вас приемник начинает говорить, компенсация наклона включена. Если галочка выключена, просто контроллер сигнализирует с зеленым символом, чтобы компенсация наклона началась. В отображение небосвода спутников добавлена новая частота L5. Заходим в спутники, статус, информация о спутниках и видим новую колонку L5. Теперь вы можете понимать, какие спутники вещают L5. Глонаса это касается L3, и если мы говорим про Бейдау, то это будет B3. Главное обновление EFT Field Series 5.2 – это новый кат-движок, который теперь поддерживает программное обеспечение. Теперь вам кат-чертежи доступны в любом меню, будь то съемка, вынос точек, вынос линии. Давайте продемонстрирую, как это работает. Захожу в съемку. Например, мне нужна активная подложка. Включаю кат. И импорт файла. Кстати, когда я говорил про новый процессор, давайте обратим внимание, сколько загружается кат-чертеж размером 43 мегабайта. Включаю. И в онлайн в режиме мы видим, как он загружается. Кат-чертеж загружен. Делаем масштабирование. Тоже новая клавиша – это добавить масштаб. То есть мы можем в любом месте найти этот кат-чертеж. И смотрим, как приложение работает с ним. То есть, в принципе, мы можем любое место приблизить. И если бы мы находились непосредственно на чертеже, мы бы видели наше положение. Также новая кнопка – это быстрое включение-выключение отображения кат-чертежа. Сейчас я вам продемонстрирую, как это работает. То есть, если мне кат-чертеж не нужен, я могу оперативно его выключить. Нужен – включаю. Масштабирую. Все. Чертеж снова. У нас отобразился. Что позволяет делать другое меню. Например, если мы зайдем в вынос точек. И мне нужно оперативно с этого чертежа что-то вынести. Я могу выбрать любую точку. И, собственно говоря, здесь у меня отобразятся данные уже непосредственно выноса. Также в кат-чертеже добавлена новая настройка привязок. То есть, мы теперь можем выбирать привязку. Вы видите, сейчас это все в меню. Это может быть любая точка, либо пересечение точек. То есть, настройки теперь появились. Сняв галочки и поставив конкретную, например, точку пересечения, у вас будет цепляться только точка пересечения. Продолжая про новый движок кат, заходим в вынос линии. Что здесь нового? Теперь мы можем выбрать любую линию. Сейчас выберем. Да, вот мы выбрали линию для выноса. И, например, нас не устраивает первый пикет. Здесь добавлена новая кнопка инверсия. И мы можем менять начало и конец линии оперативно. Прямо сейчас, не выходя ни в какое дополнительное меню. В выносе линии добавлен новый элемент. Заходим в вынос линии. Создать, добавить. Здесь теперь есть полилиния. Вы можете по точкам создать отснятую полилинию. Прямо в контроллере. Или бы снять непосредственно их сейчас. И эту полилинию потом вынести. В кат рисования добавлен новый модуль. Удаление элементов. Очень удобная функция. Если вам прислали кат чертеж. И он не подготовлен. И вам какие-то элементы не нужны. Вы заходите в кат рисования. Выбираете то, что вам не нужно. Сейчас я выберу, например, элемент. Нажимаю удалить. Он удаляет его. Как видите, удалил. И, что самое удобное. Он сразу же оперативно этот кат чертеж сохраняет непосредственно на контроллере. В EFT Field Survey 5.2 добавлена новая программа. Разбивка обочины. Заходим в съемку. Разбивка бокового склона. И здесь мы можем запроектировать наш склон. Мы задаем базовую линию. Я ее уже задал. По съемочным точкам. Дальше мы задаем элемент. Либо это насыпь, либо это выемка. Сейчас я задал насыпь. Давайте продемонстрирую, как это делается. Имя обочины. Задаем горизонтальное смещение. Задаем вертикальное смещение. Собственно, что мы видим? Мы видим линию. И, как раз таки, у нас есть пятиэтаж. И, насколько нам нужно отклониться вверх или вниз. В зависимости от положения нашего приемника. В настройках выноса добавлена новая функция. Заходим в настройки. Вынос. Непрерывный звуковой сигнал. Ставим галочку. Когда мы поставили эту галочку, если мы приближаемся ближе к точке, к выносимой, раздается звуковой сигнал. Захожу в вынос точек. Точка выбрана. Идем. Чем ближе к точке, тем интенсивнее сигнал. В этом году нас ждет много обновлений нашего программного обеспечения. Как полевого, так и офисного. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok